Всем привет дорогие зрители, с вами канал Андервулт и его ведущий Степа Мух. Сейчас я нахожусь в подземной реке Раменке. Раменка, река на юго-западе Москвы, является крупнейшим правым притоком Сетов. Длина около 10 километров, большей частью притекает в открытом русле. Протяженность этого участка, заключенного в коллектор, около 500 метров. Очень чистая и приятная речка, с большим просторным коллектором. Вот такая чистая вода здесь течет, дно можно видеть насквозь. Только-только вошли через портал, вот вдали виднеется портал. Тут становится глубже. Мне нужна помощь небольшая. Сейчас иду. Зазрял? Да, жди не буду, сейчас. Вот еще одна камера. Здесь план внушительных размеров. Речка, кстати, достаточно глубокая. 10-12 метров ориентировочно. Посмотри. Ну да, 10. Это не подключка, это вот там выходила эта трука, полностью забитая песком. Идти здесь немного тяжело, из-за очень неровного дна. А вот здесь, на повороте, лестница загнута мощным потоком воды. То есть можно себе представить, насколько сильный поток бывает во время дождя. Это к разговору о коллекторной волне. Чтобы вот так согнуть лестницу. С такой силой. Ну и очередная камера. Здесь уровень воды становится выше, но на очень короткий участок. Играет музыка. Несильное течение достаточно. Вот мы подходим еще к одной камере. Из-за достаточно сильного текения не очень удобно идти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень живописные натюки на стенах. Вот такие можно встретить стволоктипы в очень большом количестве. Принестенная живопись. Вот еще наглядное пособие, показывающее, что такое коллекторная волна. Вот эту вот решетку принесло, скорее всего, от портала. Силой течения. То есть вот такую вот махину напором воды принесло сюда. Ну и в каком-то месте она просто встала в расход. Такая вот интересная система с электрической проводкой. Насос. А, тут даже насос. Который забирает из реки для каких-то сырьеводов. Возможно, скажем, для автомонки. Это легально? Нет, конечно. Чтобы меньше платить за воду. А? Давай себе заберем на дачу. Не нужен насос на дачу. Такое вот интересное освещение. И даже смонтированный стационарный плафон, который, правда, сейчас весь раздестроен. Вот такой красивый маленький водопадик, образованный подилой для провода. А мы уже подходим ко второму порталу, через который мы и будем сейчас выходить. Смотрите руфинг высотки на Арбате и дик в подвалы одного из знаменитых сталинских зданий. А также не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok